Всем привет! Я не умираю, если что, это просто отбеливающая маска. В общем, что сегодня происходит? Мы уезжаем в Коблинск к нашим друзьям. И опять основа. У меня уже просто есть такое видео на канале, но в этот раз я вам покажу прогулку по Коблинсу. Мы сегодня будем там устраивать жёсткий шоппинг. Мне сейчас нужно упаковать вещи в чемодан. Беру ноутбук, косметички, всякие, гла-бла-бла-бла. Сейчас пол-одиннадцатого, мы должны были выехать в десять. Ну это так, к слову. Так, мейкап. Уже пол-двенадцатого, мы должны были выехать полтора часа назад. Ничего необычного, как бы ничего новенького, да. Быстро бахаем макияж и вылетаем. Я очень хочу купить себе новую одежду, потому что у меня давно не было обновочек. Понимаете, о чём я? На земле, в которой мы живём, здесь очень мало нормальных магазинов. Мало городов, в которых есть нормальный магазин, в плане Ченден, Бешка, вся и все дела. Город, в котором я живу, в нём нет от слова совсем ничего. И поэтому нужно ехать либо в Люксембург, либо в Коблинск, как бы ближайшие города, чтобы скупиться нормально. И я очень надеюсь, что я сегодня куплю себе новую нормальную одежду. Мои каникул уже подходит к концу. Они длились две недели. Я не знаю, почему так быстро время летит. И сейчас вот четыре дня выходных будет, поэтому мы решили поехать к нашим друзьяшкам. Вообще, мне очень нравится город Коблинск. Он такой, знаете, прикольный. И не знаю просто, как города описывать. Просто вся Германия, она достаточно зелёная. Очень красивая природа здесь. Всё, ребятки, я накрасилась. Быстренько выбегаем, потому что едем. Всё, ребят, мы выехали. Наша поездка началась с того, что мы поехали не в ту сторону. Мы гений, да, мама? Мама не в настроении. Да, в этот раз я не буду говорить, куда поворачивать, сидеть с картой, потому что теперь у нас есть Google. Мы заехали на заправку. Нам ехать примерно час-полтора. Ну, походу, мы будем ехать в 100 часов с такими успехами, как мы едем. Только выехали, а уже поехали как бы не в ту сторону. У меня сейчас будет такой перекусик. Точнее, обед. Такая вилка маленькая, типа, миленько-миленько. Такой вот обедик. Соусик терияки. Ставлю лайк, если бы. Тоже хочу кинуть. Нет, чай-то не заходит. Водичка больше заходит. Мы приехали. Ура! Подъехали к торговому центру в комнате. Здесь очень дорогие парковки в центре. Было написано 2,50. Наверное, это за час. Они такие богатые, поэтому, наверное, мы долго тут не задержимся. Едем на третий этаж. Заплатили 100 миллионов, а места нет для парковочки. Мечта, едем на четвертый этаж. Поднимаемся на второй этаж. Для пактинейджерс. Так, что у нас тут интересного? Что я вообще хочу? Я не знаю. Мне нравится в последнее время... Ой, это я. Мне нравится в последнее время стайл едва к... Я не знаю, как это произносить. I'm sorry, я просто позер. Так, ладно. Что мне надо? Встань и подумаю. Наконец-то я зашла в примерочную. Сейчас буду показывать, что я взяла. Первый аутфит. Мне очень нравятся эти штаны, но они на меня большие. Это эска. Они с меня сползают. Как бы посмотрите на их длину. Поэтому я не особо уверена в этом. Но, может быть, я здесь смогу найти какой-то нормальный ремень. Хотя я обычно ремня на меня ношу. И вот такая вот ласканая, типа коричневая. Мне, в принципе, нравится. Но если что-то сделать со штанами. Потому что они на меня большие. Эти джинсы прикольные. Только они немножечко не по размерчику. Не, ну это типа эска, чтобы вы понимали. Но я не понимаю, почему на мне все джинсы какие-то ужасно огромные просто в талии. Я не знаю, как мне еще жить, как мне еще носить вещи. Очень сложно найти джинсы, которые будут у меня по размеру и в которых мне будет комфортно. Смотрите, какой крутой свитер. Мне очень нравятся вот эти штаны. Но если я найду нормальный способ, чтобы их немного подтянуть. Сейчас пойду посмотрю, какие-то ремни. Или, как всегда, на шнурок. Завяжу, но, блин, я задолбалась штурком. Почему я не могу носить штаны просто вот так вот? Никак их не закрепляют. Да, и водолазочка тоже. Короче, прикольно. В итоге в H&M я купила просто свитер с водолазкой. И то мне не особо это понравилось. Я купила чисто для того, чтобы купить. Чисто потому, что мы приехали сюда для того, чтобы что-то купить. Я зашла еще в какой-то неопознанный магазин. Холлистер, или как он называется, короче. Мне здесь понравилась пижама, она прикольная. Пока я не посмотрела на цену. Очень прикольные пижамы. Я увидела сейл, но потом посмотрела на... Здесь какие-то реально проблемы с одеждой. Очень стремные модели. Очень стремно вообще все выглядит. Я до последнего не хотела заказывать одежду Шейна. Но, походу, мне приятно заказывать одежду Шейна. Потому что здесь все очень стремно. И H&M очень сильно разочаровывает. Типа, мне кажется, что даже в Украине H&M был гораздо более тон выбором. Я не знаю. Ну, понимаете, наподобие вот таких магазинов. Это просто не то, что не мое, это просто стремно. Вот, смотрите, например, я хочу найти себе какие-то нормальные джинсы. Нет бы сделать несколько моделей, но они сделали одну модель разных цветов. Типа, это все? Посмотрите, ну, как вообще, что-то вообще можно выбрать? Я не понимаю. Почему у Шейна нет своих точек? Именно физических точек, я не понимаю. Я зашла в Сатурн. Мне очень нужен Macbook. Macbook Pro мне очень нужен для монтажа. Ну, просто его цена, как бы... Это, конечно, все очень интересно, но цена, как бы... Типа, можно немножко скидочку? Я не знаю. Это то, что мне надо, ребята. Я просто молюсь на него. На него. На него. Про очень классно. Подходит для монтажа в тех программах, которые я монтирую. Тут еще тачпад. Это еще 22-го года? Господи. Как же я хочу себе Macbook Pro. Можно его вот так закрыть? О, боже какой он! О, господи! Кстати, он не особо такой тяжелый. Можно брать. Уже беру, конечно. У меня же так много денег. Или вообще я думала взять, типа, вот такую вот огромную просто... Не знаю, как бы дубину, лопату просто. Ну, она по цене такая же, но... Magic Cable, it's Magic Mouse. Не, наверное, все-таки Macbook, потому что мы часто путешествуем. Мне надо монтировать видео. И вообще, да. Не, ну вот это, конечно, вообще пушка. Молчу насчет вот этой вот цены немножко такой интересненькой. Я не знаю, почему все так дорого. Точнее, нет, я знаю, почему все так дорого, но мне просто это не нравится. Наверное, сейчас еще хочу посмотреть камеру. Хочу купить себе камеру, потому что я снимаю, как бы, на телефон. У меня просто скоро день рождения, и я хочу себе какой-то подарок. Пить себе для развития канала, там, все дела. О, ребят, мы вообще плазму покупаем. Думаю, что покупаем. А вот это вот мы вообще покупаем. Я не знаю, что это. Мы покупаем. Будильники тоже покупаем. Все, ребят, я все покупаю. Можно мне, пожалуйста, все? Я покупаю всем все. Типа, за мой счет. Можете не возвращать. Я сегодня добрая. Так, где камеры? О, ребят, я буду короче снимать теперь на YouTube, на Instax. Это именно то, что надо. Понимаете, да? Качество будет вовы такое. И вообще все равно, что на него видео не снимают, но мне можно. Мне можно все. Я нашла! Вот это Sony. На нее скидка, ребят. Мы берем, мы берем все. Это не обговаривается. It goes without saying. А вот этого еще берем? Типа, ну сегодня я добрая. Сегодня мы все берем. Мне, пожалуйста, все запаковать. А где Canon? Вот! Ой! Эту камеру я хочу! 550 евро. Но сегодня можно. Я так рассуждаю, как будто у меня очень много денег. Я уже готова покупать. Ну, если я так подумаю, то чисто в теории у меня появится возможность это купить. Ну, лет через 10. Сфоткайте, а скоро осуществлю свою мечту. Нам нужно это обсуждать? Я думаю, нам не нужно это обсуждать. Я не знаю, как так получилось, но я купила камеру. Короче, да. Я купила камеру. Ну, и так. Сразу такой вот модненький штативчик. Да. Чтобы мало не показалось. Короче, да, ребят. Все. Я теперь супер модный блогер. Сегодня какой-то очень странный шопинг. Вообще шопинг ни о чем. Реально. О! Не, ну это то, что надо, да? 60 евро. В общем, мы закупились в Лидле. 100 лет. Купили... Скоро еще купили все, что там было. Наконец-то едем сейчас домой. Уже почти 5 часов вечера. Мы очень-то устали. Да, я вам так коблинцы не показала, потому что мы по нему не гуляли. Мы просто приехали сюда для того, чтобы пошопиться. Пошопились. Во! Ура! Мы приехали. Спустя 100 миллионов лет. Мы приехали. Господи, как же я устала. У меня почти села камера, поэтому very quick обзор, что я все-таки купила в Ичиндеме. Как я и сказала, я купила вот этот свитер. Все, все-таки взяла водолазку. Короче, да. Шопинг получился немасштабным. Ну, чтобы вы понимали, камеру я купила в другой день. Блин, я рада. В общем, спасибо вам за просмотр. Желаю вам хорошего дня. Я желаю вам хорошего дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok